Здравствуйте! Это вторая программа, которую мы сегодня записываем с временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василием Александровичем Орловым. И мы продолжаем разговор о том, каким видится будущее Амурской области, какие проекты планируется реализовать и как задержать население, которое проживает в Амурской области на этих территориях. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, собственно говоря, вопрос задан. Наверное, главная тема, которая касается сегодня всех жителей области. Многие планируют покинуть регион, и эта тенденция нарастает, к сожалению. Как будет решаться демографическая проблема? Вот как вы видите? Вы знаете, вот такой вопрос задали. Большой. Очень сложный. Да. В том, что я как абурчанин, естественно, хочу, и как госчиновник, хочу сохранить здесь людей, естественно. Но нужно понимать, что общемировые тенденции таковы, что происходит отток населения в отношении крупных городов. Причем у нас ведь не только с Дальнего Востока отток населения происходит, но буквально там все, что за Уралом, за всей Сибири. За редким и редким исключением. Знаете, наверное, правильно для себя критерием надо ставить не отток населения, не численность населения, а качество жизни населения. Это некий интегральный индекс. Здесь очень хороший указ последней 204-й президента. Он определяет основное направление, чем мы будем заниматься для выполнения, собственно говоря, для повышения качества жизни. Это три вещи, про которые я хотел бы сказать. Первое – это все, что связано с жильем, обеспечением, доступностью и качеством жилья. Вторая тема – это кадровая тема. Я говорил вам в прошлый раз достаточно подробно об этом. И третье – это рост продолжительности жизни. Это тоже интегральный параметр. Он состоит из целого ряда показателей, в том числе тематика здравоохранения, в том числе тематика безопасности дорожного движения и многое-многое. То есть вот из этих параметров будет, собственно, состоять индекс качества жизни, и на него сверху еще должен быть наложен индекс счастья, назовем его, или индекс довольства жизни. Как видится будущее Амурской деревни? Будущее деревни Амурской мне видится в перспективе развития сельского хозяйства. Сегодня сельское хозяйство, если вернуться к документам стратегического планирования, они у нас расписаны до 2025 года, я когда-то понимал участие в подготовке, то есть шесть основных отраслей развития экономики Амурской области. Несколько из них традиционные. Это уже сельское хозяйство названное, это горная металлургия, это электроэнергетика. Три отрасли относительно новых – это совсем новая газонефтехимия, это космос и шестая отрасль – это туризм. Поэтому, как вы видите, сельское хозяйство и как следствие развития деревни, так назовем, это одна из ключевых отраслей развития экономики Амурской области, одно из ключевых направлений, и, конечно, мы этим будем заниматься. Другое дело, что нужно понимать, что сегодня изменился уже технологический уклад, и сегодня вот в той форме, в которой деревни были нужны 50-100 лет назад, они уже не нужны, потому что сегодня трактор пашет в сотни раз больше объем, чем делал 30 лет назад. И совхозы не нужны? Ну, совхозы – это совсем уже, скажем так, анахронизм. Конечно, уже давно пришли новые формы хозяйственные. Поэтому то, что эта система должна меняться, это не прихоть моя и не прихоть каких-то региональных властей. Это общемировой тренд. Конечно, в любом случае, нравится нам это или нет, мы к этим трендам будем приспосабливаться. В сельском хозяйстве очень важна реализация крупных проектов и глубокой переработки, на мой взгляд. При этом у нас только недавно назначен Олег Александрович Турков министром сельского хозяйства. До этого несколько лет эта должность была вакантна, поэтому в ближайшее время обсудим перспективы развития. Все-таки вот что-то вы хотели сделать и сейчас, наконец, сделаете? Я когда-то участвовал в проекте строительства набережной в Благовещенске, в основном, на нулевом этапе. Еще буквально несколько дней назад с Германом Грефом обсуждал эту тему, он тогда был министром экономики. А я тогда был где-то в задних рядах людей, которые ходили толпой вокруг него. Когда коса была у нас, вроде в почве. Точно начнем в следующем году строить набережную, по крайней мере. Я думаю, что мы за два года достроим центральную часть, сделаем благоустройство площади и прилегающую территорию, то, что напротив площади Ленина. Дело в том, что очень сложный проект, он там три, по сути, параллельных процесса сейчас идет, уже запущенных. Первое – это юридический статус, нужно обновить, посмотреть, что случилось. Потому что была компания Бурегастроена, обанкротилась, нужно посмотреть, что вот с Де Юра там происходит. Вторая часть техническая, нужно посмотреть, что произошло за несколько лет, пока она была в таком брошенном состоянии, законсервирована. Потому что это все-таки агрессивная среда, вода и так далее. И третья часть нужно посмотреть в отношении инвестпроектов, которые предусматривались нами 4-5 лет назад. То, что сильно изменена ситуация в экономике, и цены на нефть серьезно изменились, вы знаете, и с бюджетом у нас проблемы. И поэтому те инвесторы, которых мы видели несколько лет назад, нужно посмотреть, существуют ли они. Но при этом центральная часть, площадь Ленина и прилегающая к ней намывная часть территории, там подразумевалось, по концепции подразумевалось благоустройство территории. Поэтому там, собственно, крупных каких-то строительных активностей не предусматривалось. Я думаю, что мы эту активность начнем в следующем году и через два года. Там есть несколько проектов, да, вот как будет выглядеть эта территория, а вы на каком-то остановитесь конкретно? Была концепция утверждена, мы обсудим. Дело в том, что нужно будет сейчас заказывать проектную документацию. Я думаю, что это... Вот сейчас в течение месяца мы утвердим дорожную карту. Какие мероприятия, к какому сроку нам нужно провести. Я планирую, что в этой дорожной карте мы покажем, что к зиме нужно будет провести торги по изготовлению проектной документации. Соответственно, вот между этими периодами можно будет обсуждать, что мы хотим увидеть. Имеется в виду обсуждать с общественностью, с жителями города. Поэтому что-то должно быть благоустройство. То есть должна быть красивая площадь с фонтанами, с прогулочными местами. Думаю так. Ну, я так понимаю, что развитие экономики все-таки будет в области ставиться на крупные вот эти вот федеральные проекты, да? То есть газохимическая отрасль, производство... В том числе, конечно. То есть вот только на этих или еще будет какое-то производство развиваться? Я очень надеюсь на то, что развитие газопереработки здесь создаст условия для, собственно, производства второго этапа. То есть вторичной переработки. Есть примеры у нас в стране, когда такие заводы тянут за собой инвесторов на порядок, по капитализации на порядок меньше, но они как раз вот будут опираться уже на местную производственную силу, так сказать. И, собственно, они дадут не меньший вклад по потенциалу, могут дать не меньший вклад, чем крупные инвестпроекты в экономике. Для этого нам нужно, конечно, сформулировать четкую инвестиционную мотивную базу. Льготы для инвесторов. Для этого сегодня на федеральном уровне целый ряд законов принят, и нам даны возможности, особенно для Дальнего Востока, на уровне регионального законодательства корректировать, повышая-понижая ставки. Я думаю, что нам так стратегически нужно сделать максимально благоприятную среду для инвесторов, максимально низкие ставки новые для того, чтобы привлечь сюда капитал и чтобы, собственно, запустить новый производство. Но основные инвесторы – это Китай рассматриваются. Я бы так не сказал. Дело в том, что мы не то что обречены, но в хорошем смысле обречены на сотрудничество с Китаем. У нас, вы знаете, самая протяженная граница, чтобы не соврать, 1700 километров с Китаем. Это, на самом деле, наше конкурентное преимущество. Поэтому, естественно, надо этим пользоваться. Естественно, при этом нужно отдельное внимание обратить на использование иностранной рабочей силы, особенно китайской рабочей силы. Поэтому, на любом случае, капитал не имеет границ. Это общие рыночные правила, капитал не имеет границ. Поэтому я только за то, что мы здесь инвестировали иностранные. Вы разговариваете на китайском, вы имеете филологическое образование. А будет ли такое, что вы без переводчиков будете общаться с партнерами? Вадюй я хуй шо джунгоха. Я думаю, что моего уровня недостаточно для того, чтобы разговаривать без переводчиков. На уровне, так сказать, серьезных переговоров. Я, конечно, могу с друзьями спокойно поехать в Китай, чувствую там достаточно свободно себя. Но, тем не менее, я думаю, что если немного язык подтянуть, то можно будет воспользоваться этим преимуществом. Прежний губернатор Амурской области Александр Козлов раскрутил свой инстаграм и сделал его таким порталом для обращений граждан. По-моему, 28 тысяч вам передали на обращение. Вы тоже открыли свой инстаграм. То есть вы, получается, и то будете выполнять, и еще новые обращения принимать. Инстаграм – это современная площадка для коммуникации с обществом. Согласна. Поэтому я воспринимаю его только так. Это не средство пиара, это возможность получить обратную связь от людей, чтобы понять, что их беспокоит. Поэтому только в этом контексте. То есть у вас тоже будет такая площадка переехала, получается, да? Вы знаете, давайте отнесем этот вопрос к теме цифровизации. Я говорил уже про то, что мы этим будем заниматься. Вообще, это очень мировой тренд, такой глобальный. Никто особо не понимает, что с этим делать. Вот когда я приехал здесь по своему правительству, у нас цифровизация даже касается каких-то элементарных вещей, которые, естественно, во всем мире цифровизация не считается. Значит, нужно с таких вещей начинать. Сделать нормальный сайт, сделать нормальный корпоративный портал. Я не вижу никаких проблем против того, чтобы на этом сайте вести прямые трансляции из заседаний правительства. Ну почему нет? Секрет нет. Ну пусть люди смотрят, о чем мы там говорим, какие решения принимать. И многое-многое другое. И в том числе использовать этот сайт как площадку по коммуникации, площадку для обратной связи. То же самое и касается Инстаграма. Ну теперь личные вопросы. Прежний губернатор увлекался хоккеем. Что будет с этим видом спорта? Будет ли сохранен матч на льду региона? Я думаю, что матч нужно сохранять. Это отличная фишка. Такая Амурская область. События показывают по Центральным каналам. Это действительно такая хорошая идея. Мне она очень понравилась. Это точно будем поддерживать. Хоккей точно будем развивать. Русский вид спорта. Национальный вид спорта. Многое сделано было Александром Александровичем на это дело. Не умею пока кататься на коньках. Но нет ничего невозможно. Но умеете на велосипеде. Да, умел на велосипеде. У меня украли велосипед два года назад здесь в Благовещенске. Я пока... Не нашли? Я, честно говоря, не особо даже искал. Но купить велосипед мне по размеру обычно нельзя, потому что рост большой, и поэтому нужно выбирать специальный велосипед. И здесь таких не продают. Нужно заказывать. Ну вот сейчас, может быть, руки дойдут. Хотя, честно говоря, кататься пока на велосипеде никогда. Ну, то есть какое-то особое внимание велоспорту уделяться не будет. Как и любому другому виду спорта будет. Всем одинаково. Будет. Всем одинаково. Ну, не знаю, последний вопрос. Насколько возможно ответить на него? Ну, все же знают, что вы поете. В соцсетях распространяются вот эти клипы. Пел когда-то. Очень хороший, да. А что нет новых песен теперь? Не будет? А вы знаете, сейчас страшно петь в наше время. Страшно. Сейчас, не дай бог, споешь, скажут. Вот, вместо того, чтобы делом заниматься, он песни поет. Проблем, на самом деле, в области очень много. Некогда. Да, и некогда в том числе. И, к сожалению, честно вам скажу, такая эйфория преследовала вот это назначение. Я слышал много очень хороших отзывов от друзей. Меня это немного пугает и смущает. Потому что вместе с вот этими ожиданиями, это и дополнительная ответственность. И никто волшебные палочки-то в Кремле не дал. А проблем действительно там прилично. Есть чем заниматься. Поэтому петь точно некогда. Когда-нибудь будет, если хороший, так сказать, у нас повод, я вам обязательно. Спасибо. Вот на этой ноте мы заканчиваем нашу программу. Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Александрович Орлов сегодня был в студии. Спасибо, что пришли. Спасибо.